Это сегодня одна из наиболее опасных и серьезных общественных проблем. Прием наркотических веществ сопровождается как антисоциальным, антиобщественным поведением, так и прямым совершением преступлений для их добычи. И самая большая беда, которая может быть, спрятана, конечно, болезнь, деорадация человека и его физическая смерть. Хочу сказать, что план в полном объеме выполняется, и проводимые мероприятия позволяют нам держать ситуацию под контролем. Хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы ситуация решалась более динамично. Показательные цифры озвучил заместитель начальника отдела наркоконтроля. В мае 2015 года в рамках проведения операции МАК сотрудниками отдела совместно с главой администрации Винограда и Российского округа на территории необрабатанного участка местности, площадью 150 квадратных метров в поселке Ставурово-Черкесске были выявлены часть произрастания дикорастущей конопли. Уничтожено путем сжигания 364 куста дикорастущей конопли. Общая масса 87 килограмм. По данным наркологического кабинета, в начале года в Анапе на учете стояло 628 человек. Сейчас их 570. Осуществляется профилактика наркомании среди подростков. Проводятся конкурсы, акции, соревнования, викторины, круглые столы. Только в этом году в Анапе состоялось 40 антинаркотических мероприятий, которые посетило 6 тысяч молодых людей. Результаты комплексной работы, проводимой в муниципалитете, налицо. Но это отнюдь не повод снижать темпы работы. Я хочу в заключении сказать, что решения, которые мы принимаем, должны, Сергей Алексеевич, неукоснительно исполняться. И ход их исполнения должен контролироваться.